Зайцев Ньюз Важным и очень таким приятным Сегодня день покорения вершин Позвольте, пожалуйста, немножечко поумничать, пофилософствовать Вот знаете, так устроен человек, что мы ставим все для себя какие-то определенные цели Достигаем этих целей или нет Мы реализуем далеко не все поставленные цели и задачи И часто дело не в лене и слабости А как раз таки в неумении правильно сформулировать задачи и определиться с приоритетами Лайфхак от Кристинки Брахман Первое, что я вам советую сделать, это сократите количество целей Когда много, не очень хорошо Также рекомендую определить ключевую, самую важную цель Ну, я не знаю, там, личные продажи, личный доход Погасить долг, либо там пробежать 380 километров И провести 150 силовых тренировок Ну, 150 это тоже, да, сами понимаете, много Также можно там взять 14 дней отпуска без чувства вины и отключиться от всего Вот такая цель тоже у людей имеет место быть Сегодня, в этот прекрасный четверг, я вам настоятельно рекомендую Закрыть глаза и подумать, каким образом вы можете отметить праздник День покорения вершин Возможно, данное событие в виде праздника как раз-таки сподвигнет вас на определенные действия И вы расставите цели, приоритеты И вдруг в 2022 году как повезет, как повезет Но самое главное, чтобы наши цели реализовались, их необходимо визуализировать Я об этом очень часто говорю Чтобы сосредоточиться и настроить свой разум, нужно заняться вот этой самой визуализацией Пока все ваши действия были связаны только вот с составлением планов, да Воспользуйтесь, пожалуйста, пусть вашему мозгу будет на что посмотреть Дайте ему определенные образы для работы Иногда вот я лично предлагаю своим знакомым хранить изображения там, допустим, в папке, в блокноте На заставке в телефоне, в компьютере Можно создать досочку вот этой мечты и повесить ее на рабочем месте, чтобы видеть все изображения сразу И многие, между прочим, размещают изображения своих целей на карточках вместе с аффирмациями Знаете, что это такое? Ну, это отдельная тема для разговора Весь полупраздничный январь, я думаю, посвящу тому, что буду философствовать в наших подкастах Ну, а в это мгновение я приглашаю присоединиться в наше маленькое зайчье музыкально-развлекательное путешествие Обсудим, что происходит в жизни наших любимых дорогих звезд Сегодня я начну с горячо любимого Лепса Представляете? Разделит жену имущество более чем за миллиард рублей Подробности прямо сейчас Зайцев Ньюз Музыкальные и развлекательные новости Российского певца Григория Лепса ждет непростой период Раздел имущества с женой, с которой он разводится после 20 лет совместной жизни Как пишет Супер Супружеской паре предстоит разделить имущество стоимостью более в 1 миллиард рублей Я-то думала, такая крепкая пара всегда так восхищалась Ну, почему же так? Ну, можешь еще помириться Так у его супруги, уже, получается, бывшей В собственности квартира в элитном ЖК площадью 300 квадратных метров Стоимость данного объекта оценивается в 230 миллионов рублей Там Лепс владеет квартирой в Москве Тоже в крутом ЖК премиум класса Площадь апартаментов составляет 83 квадратных метра Стоимость такого жилья, вот без отделки, составляет около 70 миллионов рублей У артиста также есть участок площадью 40 соток С примыкающими к нему двумя участками леса Взятых в аренду на 49 лет Он находится в поселке Третья Охота Это на Новорижском шоссе На этом участке стоят два дома площадью Огромной площадью Как пишет издание, стоимость подобных объектов превышает 1 миллиарда рублей И кроме того, певец владеет участком на Волге в Тверской области площадью 4 гектара Напомню, несмотря на семейные проблемы Лепс успевает выпускать новые сборники В октябре у него вышел новый альбом «Подмена понятий» В сборник вошли 25 треков Вот такая она жизнь К сожалению, такое происходит Артисты такие же люди, как и мы У всех бывают некоторые проблемы в отношениях Ну, поживем, увидим Пусть весь этот процесс бракоразводный и связанный с дележкой Закончится благополучно как для жены бывшей Анны Так и для самого Григория Лепса Но, опять же, поговорим о семейных взаимоотношениях Мы это любим Дети Канни Уэста будут просыпаться под фортепиано Экс-упруга рэпера Канни Уэста Ким Кардашьян Наняла пианиста, чтобы тот будил ее детей рождественскими песенками Об этом светская левица рассказала на своей страничке в Инстаграм Ежедневно на протяжении месяца Профессиональный музыкант будет исполнять каждое утро рождественские песни И создавать праздничную атмосферу для восьмилетней Норд Шестилетнего Сейнта и трехлетней Чикаго И двухлетнего Псалма Господи, какая большая семья Кстати, вполне вероятно, что это Рождество Дети Канни Уэста проведут с матерью Поскольку Ким не собирается возвращаться к бывшему супругу Несмотря на намерение рэпера вернуть свою семью Кроме того, ходят слухи о новом романе Кардашьян с комиком Питом Дэвидсоном Папарацци много раз ловили пару во время совместного времяпровождения Ах, а не папарацци Так, недавно пара появилась в Инстаграме музыкального журналиста Пола Брейка Он выложил селфи с Ким и Питом во время завтрака в Лос-Анджелесе Мною обожаемая рубрика Хэппи-бездим звезду на Зайцев Ньюз Заходите к нам по нашему волшебному адресу И читайте любопытные факты о имениннике сегодняшнего дня Культовый диджей Пол Ван Дайк Столько интересного, если честно, я сама не в курсе, например, была о том Что музыкант проявляет активный интерес к политике И не стесняется высказывать свою позицию Пол Ван Дайк не раз обсуждал иракскую войну и американское вторжение в Афганистан А в его творчестве часто встречаются антивоенные идеи Не в курсе была Также Пол Ван Дайк один из ведущих мировых диджеев А его альбомы занимают первые места в танцевальных чатах многих стран А остальные факты вам написаны, изложены, как на блюдечке с голубой каемочкой Наш адрес не дома, не улица Наш адрес сегодня и в другие дни такой Ньюз.зайцевнет Заходи, будь в курсе всех событий А музыку можешь скачать на Зайцевнет Помимо этого у нас есть прекрасные волшебные рубрики Которые касаются не только звезд, но и тебя, мой дорогой друг Например, ты творишь, сочиняешь музыку, пишешь песни И готов, чтобы тебя услышала вся наша страна Так вот, Зайцев.нет рекомендую тебе написать нам письмо И, возможно, ты станешь героем не только на Зайцевнет, но и в музыкальной сфере Если ты музыкант, то самое время заявить о себе и сделать свою музыку доступной для всего мира Для этого нужно написать нам От тебя требуются лишь треки, автором которых ты являешься И желание быть услышанным от нас Многомиллионная аудитория и даже выплаты за твой труд Если ты делаешь музыку сам Или такие исполнители есть среди ваших друзей Расскажи им, что их ждут на Зайцев.нет Можешь написать нам, и мы сами с ними свяжемся А вот самых активных помощников ждут уникальные призы от нашей компании Давайте уже, наконец-то, сделаем по-настоящему популярную музыку, доступной для всех Адрес, куда писать, легалсобака, зайцев.нет Все понятно Зайцев Ньюз Музыкальные и развлекательные новости Оказывается, у Майли Сайрус и парня Ким Кардашьяна, которым сегодня я уже упоминала, есть парные тату Давайте разберемся У Майли Сайрус и комика Пита Дэвидсона есть парные татуировки Знаменитости стали гостями последнего выпуска вечернего шоу Джимми Феллона Певица и комик давние друзья И на шоу они рассказали о том, что парные татушки они сделали в 2017 году После определенных действий Короче, они участвовали в шоу Играли тогда в скетчи И после этой записи выпуска решили сходить и набить надпись Мы младенцы на английском языке, соответственно Что интересно, Сайрус оставила татуировку как воспоминание А вот Дэвидсон взял и свел На шоу Феллона Майли не упустила возможность подколоть дружка И расспросить его о романе со светской львицей Ким Пит Дэвидсон, как ты мог так поступить со мной? Это должна была быть я на том Ламборгини, покидающем замечательный ресторан Заявила Майли Ну, конечно же, все это в шутку Я уже рассказывала вам о романе комика с бывшей супругой рэпера Кани Уэста И об этом стало известно в ноябре Да, пусть все у них будет хорошо Вот что значит мальчики, да? Она оставила татуировку как память А он взял и свел Ай-яй-яй Мы тут недавно раздували, кстати, по этому поводу Когда, знаешь, встречаешься с каким-нибудь молодым человеком Там пишешь красиво его имя на руке А потом расходишься И мы вот тут с Игорем Акуловым С которым ведем мус-раздув на Зайцев Ньюс Предложили тем людям, которые попали в такую ситуацию Взять тату и просто тупо перечеркнуть Просто так, знаете, красиво зачеркнуть Но вообще, подходите с умом к вашим татуировкам Изучите обязательно Если вдруг планируете в ближайшее время что-то себе новенькое набить Нюша, возможно, в ближайшее время набьет имя сына Певица Нюша родила сына от предпринимателя Известно, что малыш появился на свет 14 декабря В Дубае счастливые родители уже поделились новостью в Инстаграм Одновременно, значит, они опубликовали фото крохотной ручки Младенца Рост мальчика 52 сантиметра Если я не ошибаюсь, рост был у Нюши А нет, у Нюши был как раз таки вес написан в Инстаграм 3,890 А далее была типа ссылочка А рост, смотрите, у моего мужа А рост 52 сантиметра Ну, в общем, повеселили народ 31-летняя Нюша и ее муж уже воспитывают совместного ребенка Трехлетнюю дочь Симбу Оригинальное имя несколько лет назад вызвало, конечно же, недоумение поклонников и коллег Однако певица не раз подчеркивала, что в официальных бумагах имя дочери Серафима, Симба В общем, как-то так Пара назовет сына пока как, нам непонятно Остается только гадать Ну, подождем Если что, хочу напомнить, что Игорь, супруг Нюши Он на сегодняшний день является многодетным отцом Все подробности у него, если что, на страничке в Инстаграм Это не на правах рекламы, а так, кому любопытно Что еще? А на день сегодняшний огромное количество новостей Землян наградили титулом Камбэк Года Премия потребителей марка номер один в России Назвала советскую и российскую группу земляне Победителями в номинации за вклад в развитие отечественной музыки Камбэк Года По версии русскоязычного сегмента интернета Земляне совершили возвращение года Объявив о воссоединении Барабанщик группы Владимир Киселев поблагодарил поклонников и сказал Когда мы воссоединились с гитаристом Игорем Романовым Мы мечтали снова вместе выступать и записывать песни Но мы даже не предполагали, какой прием устроят нам наши поклонники Мы говорим им огромное спасибо, что голосовали за нас И вывели группу в топ этой престижной премии Землян нельзя отделить от фанатов, поскольку музыканты и поклонники Это одна семья, добавил музыкант Также в прошлом месяце группы земляне удостоили их приза Возрождения года на конкурсе Лидеры награды, кстати, песня «Трава у дома» оказалась одной из самых популярных у молодежи в караоке Кроме того, возвращение из космоса экипажа «Вызов» прошло под живое выступление рок-группы Подробнее мы рассказывали на «Зайцев Ньюз» Если пропустили эту информацию, рекомендую зайти по нашему волшебному адресу И вспомнить, обновить эту историю в своей памяти Также по нашему адресу можете прочитать прекрасную статью Бас-гитару «Маккартни продали за 496 тысяч долларов» Это рекорд И Билли Айлиш порно поменяла мое восприятие секса Ну, 18 плюс, естественно И в завершении нашего прекрасного музыкального четвергового подкаста Бибер под Рождество реанимировал свой старинный трек Джастин Бибер опубликовал мультипликационный клип на песню 2011 года «Крисмас Лав» Полностью соответствуя названию, анимационное видео рассказывает любовную историю Приключившуюся в канун Рождества Нарисованный Джастин Бибер и его супруга Хайли Помогают своему другу привлечь внимание девушке Которая встречается с красавчиком-негодяем И в клипе, значит, горы, снег, соревнования по сноубордингу Много объятий, отчаянный кусачий заяц Символ торжества над злом Я рекомендую зайти к нам на «Зайцев Ньюз» посмотреть Круто и весело «Крисмас Лав» 2011 года Он вошел во второй студийный альбом Джастина Бибера Пластинка дебютировала с первой строчки в чарте «Билборд 200» И сегодня есть у вас уникальная возможность Вспомнить эту песню Окунуться в атмосферу любви И, конечно же, настроиться на праздничное настроение Готовы? Не забывайте о том, что каждый день я на «Зайцев Ньюз» Выдаю советы декабрьские И, конечно же, на день сегодняшний я не забыла Совет дня Записывайте Чтобы не произошло выгорание Чтобы вы не устали от предновогодней суеты Порадуйте сегодня, 16 декабря, себя Сделайте что-нибудь новое Откройте для себя новое кафе В котором раньше никогда не были Или кардинально измените цвет волос Или цвет маникюра Короче, не бойтесь меняться Пробовать новые вкусы в вашей жизни Не сделайте вы Никто за вас не постарается Не бойтесь ничего абсолютно Живите в гармонии с собой И будет нам счастье и любовь Вот это закончило, так закончило Короче, была с вами я, Кристина Брахман Как вы чувствуете, да? Мое предпраздничное настроение Прям волнует меня Будоражит со всех сторон И я прям готова с вами поделиться Пух-пух-пух Во все концы света Страны нашей необъятной Шлю свою энергию добра, силы И новогоднего праздника Кстати, про фейерверки-то я ведь забыла Надо приобрести До завтра Зайцев Ньюс Музыкальные и развлекательные новости Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok